В общей сложности 200 тысяч евро авиакомпания Estonian Air выделила на поддержку чемпионата мира по хоккею, который в 2012 году проходил в Швеции и Финляндии. Этот факт моментально стал причиной скандала, ведь более чем странным выглядит такая щедрость, в то время как само предприятие раз за разом вынуждено просить дополнительные вливания со стороны государства. В самой авиакомпании, говоря о решениях, которые были приняты еще прошлым руководством во главе с печально известным Тера Таскила, считают, что речь все же идет не о спонсорстве, а о маркетинговых расходах. И авиакомпания занималась не благотворительностью, а развитием бизнеса на целевых рынках. Сама по себе идея быть партнером такого крупного спортивного соревнования, как чемпионат мира по хоккею, очень престижна и может быть выгодным вложением. Я понимаю логику предыдущего руководства, которое рассчитывало на клиентов из Финляндии и вкладывало средства в маркетинг в этой стране. Но с изменением стратегии авиакомпании пропал смысл в этом контракте, поэтому он был расторгнут. Расторжение договора тоже не было бесплатным. В таких случаях, как правило, оговариваются штрафные санкции, и авиакомпания, чтобы не платить еще 200 тысяч, заплатила 30 тысяч евро штрафа. Общественное возмущение по поводу этих расходов было таково, что сегодня на традиционной пресс-конференции правительства и премьер-министру и министру экономики и коммуникаций практически все заданные вопросы так или иначе касались этой ситуации. С точки зрения премьера, который, впрочем, оговорился, что не является большим специалистом в области маркетинга, контракт с устроителями чемпионата мира по хоккею был ошибкой. Это очень большая сумма. Надо рассчитывать и тем, что прибыли СТН не имеет и не имел в течение последних годов. И использовать 200 тысяч евро для того, чтобы рекламировать себя в Финляндии, я считаю, что является нецелесообразным использованием средств компании. Что удивляет, так это то, что сам факт очередного промаха в руководстве национальной авиакомпании, который снова был оплачен из государственного бюджета, то есть из кармана жителей Эстонии, этот факт стал известен широкой общественности только сейчас, тогда как спонсорский контракт был расторгнут еще в марте. Удивляет и то, как в правительстве легко признают тот момент, что найти человека, который был бы ответственен за потраченные в пустую сотни тысяч евро денег налогоплательщиков, сейчас невозможно. Это более чем странно, учитывая то, как пристально политики, отправящие в стране коалиции, следят за расходами, которые совершает Таллиннская мэрия, не уставая придумывать поводы для обвинений в некомпетентном руководстве и в коррумпированности.